Уважаемый зритель! Своих коллег императора царь Бакаса и президента Зайра Мабуту, добавив к ним особую харизматичность. Как Бакаса, он временами лакомился человечем мясом, а будто Мабуту, и Диамин постоянно путал государственную казну со своим карманом. Были у него и характерные отличия. С юношеского возраста он исповедовал ислам, что не мешало ему строить в стране социализм с угандийским лицом. Идиамин никогда не заигрывал с западными странами, а пытался дружить с СССР. До последних дней его правления в стране находились советские военные инструкторы, помогавшие вооруженным силам Уганды осваивать горы оружия, поставленные в качестве оказания помощи. Идиамин Идиамин родился в 1928 году в семье Угандийки, которая по одним данным работала медсестрой, а по другим, была обычной колдуней, лечившая соплеменников заговорами и травами. Отец бросил ее, не дождавшись рождения сына. Еще младенцем Идиамин выделялся перед сверстниками габаритами. Уже при рождении его вес был около 5 килограмм, а возмужав, он достиг почти двухметрового роста. Идиамин показал неплохие успехи в спорте, добившись звания чемпиона Уганды среди боксеров тяжеловесов. Еще он регулярно выходил в составе регбийной команды и неплохо плавал. В зрелые годы Идиамин увлекся автогонками. Из Европы ему привезли гоночные авто, на которых он с удовольствием гонял по африканскому бездорожью. Будущий пожизненный президент абсолютно не умел читать и писать. Отсутствие грамотности не помешало ему каким-то образом изучить Коран. В 1946 году мощного угандийского гренадера призвали служить в британские колониальные войска. Рекрут попал в 21 дивизию королевских африканских стрелков, пройдя путь от рядового до лейтенанта. Помимо отличных физических данных командира оценили его хладнокровие в критических ситуациях и жестокость. Позже он вспоминал, что пошел служить ради сладкого печенья, которое выдавалось солдатам к чаю. В первый год англичане определили его помогать повару на кухню. В дальнейшем армия стала его судьбой. Она же добавила еще одну частичку к имени. Командиры постоянно обнаруживали в палатке капраламина женщин, которых он всегда называл своими сестрами. На местном наречии сестра звучала, как Дада. Полное имя угандийского диктатора, Иди Амин Дада. Получив верховную власть в стране, он прославился бессмысленными и звучными титулами. Поданные были обязаны именовать его повелителем всех зверей, королем Шотландии и покорителем Британской империи. В зрелые годы Иди Амином завладела неутолимая страсть. Он за любые деньги скупал награды Британской империи у коллекционеров. Мундир президента до самой полы был увешан медалями и орденами. Для себя он выбрал воинское звание фельдмаршала, стараясь добиться отличия от генералиссимуса Бакаса или маршала Мабуту. Иди Амин зарекомендовал себя гением эпатажа. В 1975 году он объявил войну самим США. На следующий день он же ее и закончил, объявив себя победителем. Чем не барон Мюнг Хаузен, генерал Иди Амин. В 1962 году Уганда стала независимой. Власть была передана монарху президенту Эдуарду Мунтесу Мифторому. Всеми делами в государстве ведал премьер-министр Милтон Оботи. Иди Амин оказался перед выбором между хроническим алкоголиком-монархом и деятельным главой правительства. Он предпочел последнего и не ошибся. Милтон Оботи назначил его главнокомандующим вооруженными силами страны, присвоив генеральский чин. В 1966 году, будто в благодарность, Иди Амин поднял мятеж верных ему военных, в результате чего Мунтесума продолжил употребление виски элеа в Туманном Альбионе. Главнокомандующий Иди Амин настолько вольно стал распоряжаться военным бюджетом, что Оботи вскоре пожалел о его назначении. Стревоженный слухами о привлечении к ответственности за казнократство, Амин в январе 1971 года сверг президента, крайне непредусмотрительно убывшего с визитом в Сингапур. Сразу Иди Амин установил в Уганде личный авторитарный режим. Новый президент объявил политику угандизации, сблизившись с СССР и арабскими странами, сведя до минимума контакты с западными дипломатами и разорвав дипломатические отношения с Израилем, а в 1976 году даже с самой Великобританией. Угандизация. Первыми пострадавшими от диктатора оказались выходцы из Индии и Пакистана. Они держали лавки на рынках столицы Кампалы, занимаясь розничной торговлей. Их имущество было подвергнуто революционной экспроприации, а 60 тысяч торговцев и членов их семьи подверглись депортации на родину. Президент навсегда покончил с тлетворной мелкой буржуазией. Крупной буржуазии в Уганде никогда не было. Прояв собственность азиатов, Иди Амин принялся за европейцев. За белыми наступил черед самих угандийцев. В результате репрессий в стране погибло от 300 тысяч до полумиллиона людей. Уганда оказалась прологом этнических чисток в соседней Руанге. Постепенно большинство угандийских военнослужащих оказались мусульманами. Президент сформировал из них эскадроны смерти, которые терроризировали все население без разбору, но особенно тяжело пришлось угандийцам-христианам. Трупы убитых скидывались в реки на корм крокодилам. Несколько раз останавливалась гидроэлектростанция в Джинже. На приемном конце водозаборных труб приходилось разбирать пробки из тел казненных. Параноидальные наклонности Эдиамина проявились в том, что он лично прикончил около 2000 жертв. Головы врагов президент хранил в холодильнике и по свидетельству очевидцев иногда употреблял в пищу их мясо. В резиденции диктатора в холодильной камере хранились несколько голов его казненных врагов. Президент любил их рассматривать. Они воодушевляли его на следующие подвиги. От жестокости Эдиамина страдали даже его близкие. Одну из своих первых жен он казнил, а тело собственноручно расчленил на мелкие кусочки. Всего у Эдиамина было семь жен, которые воспроизвели на свет около 40 сыновей и 14 дочерей. Более точное число наследников установить не удалось. Террористы против Эдиамина. Мания величия заставила Эдиамина отправить угандийских военных для участия в арабо-израильском конфликте 1973 года. Его военный пыл несколько уменьшила молниеносные операции израильского спецназа, проведенные в 1976 году в столичном аэропорту Энтебе. Палестинские террористы угнали авиалайнер компании Air France с 256-ю пассажирами на борту. Самолет приземлился в аэропорту близ столицы Кампалы. Расчет угонщиков был сделан на то, что поддерживающий борьбу палестинцев диктатор Уганды создаст им тепличные условия для переговоров об обмене заложников на содержащихся в израильских тюрьмах террористов. Расчет полностью не оправдался. Израильский спецназ пересек пол Африки и неожиданно нагрянул в аэропорт Энтебе, застав врасплох и палестинцев, и угандийские вооруженные силы. Ночной штурм захваченного самолета увенчался сокрушительной победой командос. Все семеро похитителей палестинцев были убиты, заодно с ними погибло около 20 угандийских солдат. Израильтяне полностью уничтожили весь летный парк военно-воздушных сил Уганды. Все 11 советских истребителей МИГ были взорваны на месте стоянки. Заложники быстро пересели в транспортный самолет, который унес их в свободный мир. Догнать авиаотряд было ни на чем. В ходе перестрелки погиб командир спецназовцев родной брат будущего премьер-министра государства Израиль Беньямина Натаньяху. Из заложников оказалась убитой только одна пожилая женщина. Ей во время угона самолета стало плохо с сердцем и по прибытию в Энтебе ее перевезли из аэропорта в госпиталь. Раздосадованный полным разгромом Эдиамин приказал ее расстрелять. Конец Эдиамина. Абсолютно безграмотный и пожизненный президент Уганды все же интересовался мировой историей. Из нее он выбрал себе кумира, Адольфа Гитлера и всерьез вознамерился установить ему памятник. Возмущению советского посла не было предела. СССР завалил Эдиамина оружием, а он паскудаумию собрался ответить такой черной неблагодарностью стране, победившей фашизм. Его все так и удалось уговорить не увековечивать память о фюрере на африканском континенте. Груды оружия нашли применение в 1978 году. Эдиамин развязал войну с соседней Танзанией. Но, как часто бывает у диктаторов, грубо просчитался. Боеспособность армии оказалась очень низкой. Танзаницы в апреле 1979 года сумели овладеть столицей Уганды. Эдиамина вынудили бежать через Ливию в Саудовскую Аравию. Мания величия заставит его через 10 лет предпринять попытку вернуться. Он искренне считал, что, несмотря на море крови, народ Уганды продолжает любить его. В джунглях африканской страны действовала партизанская группировка Джумариса. Эдиамин рассчитывал на ее помощь. Он прибыл в Зайр и обосновался рядом с границей Родины, но президент Мабуту после некоторого раздумья приказал выслать его из страны. Вероятно, он припомнил Амину контрабанду «Золотая Зайра», доходами от которой он пополнял личный карман. Эмигрант вновь вернулся в Саудовскую Аравию, где в августе 2003 году скончался от целого букета хронических заболеваний, оставив после себя легенду, как о самом эксцентричном и жестоком правителе 20 века, и богатый материал для создания художественных комедийных фильмов. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Продолжение следует...